Коршу нас снимай, там свет горит у тебя, он не нужен, там выпущи его. Оставь банку, коробку. Вот он полетел где. Вот видите, я когда иду с кем-то, у меня, ну, рассказал все еще другое. Вот вчера я смотрю, ты стоишь вот так вот, во время службы, богослужение вечернее, вот так на носки поднимешься, маленько погодя, батюшка в это время стоит, читает Евангелие, а ты вот так вот, а маленько, ты знаешь, вот так вот, ты замечал за собой это? Да. А что это означает? Блудная лихорадка. Блудная лихорадка, это блудник, блудник уже, законченный блудник, он каждую женщину раздевает. Это не просто так. У меня один такой приехал здесь, теперь он священником стал, и стоит вот так вот, говори, капотя, опять так, а почему ты стоишь, дрочишься-то во время службы? Зачем ты это делаешь-то? А, а что такое? Ты когда последний раз чужой женщина была? Я не помню, а сколько ее было? 48. Ну, что спрашивать себя? В храме не дрочись, чтобы больше этого не было. Примыкни в подошву намертвость, стой, перед Богом стоишь, ты вот стоишь непрерывно, сейчас я вижу, секунды тебя пройдет, опять эта блудная лихорадка тебя трясет. Вот и все, тебе нигде этого не сказал никто и не скажет никогда, почему они блудники. Это можно сказать, как человек, который видит это и желает тебя исправить. Будешь это делать в храме или стоять около храма? Ну? Ну, я не буду делать. Не будешь делать, проверим. А если будешь делать, сам себе придумай сразу наказание. Какое? Обрезание тебе сделать или еще что-то надо делать? Ну, сам подумай. Вот Володя это не делает, Володя не делает, батюшка не делает, Алеша не делает, никто не делает, один ты. Давно у нас не было, 25 лет не было такого человека. Мне 23. Через 23 года появился снова. Ты прям непрерывно. Вот только опять стоит, на носке и опять встал. На носке и все, что ты показываешь, что у тебя есть? Ты же не на бабе лежишь-то, а в храме стоишь. Чего ты дергаешься? Да, это для того, чтобы ноги отдохнули. Отдохнули? Да. В храме для того пришел, чтобы ноги отдохнули? Ну, нет, в смысле, они, когда так стоишь, непривычно, раньше же так никогда не стоял. Это вот объяснение такое, да? И ты не думал, ты на ходу придумал, гнилую подпорку поставил. Ну, как она отдохнет нога, когда поджал там или что-то, даже тут можно понять. Но на двух ногах одинаково, не сгибая в колени, стоит и дрыгается, блудная лихорадка. Больше ничего здесь нету. Он тебя без блуда жжет и жжет оттуда. Ну, он меня, это, да, бывает, что... Так мне это не надо, ты скажешь, нет, ты мне еще расскажешь-то. Это большой анализ проведен. А в литературе здесь не встречал. Это у меня наработка, я этих людей узнавал, беседовал. Вот я сижу в автобусе ехать, и вдруг заходит мужчина. Такой у него вид, в галстуке, все, ну, прям и военная форма на нем. А военная форма там в охране где-то работает. А рядом со мной сидит человек в этой местности. Я говорю, а что это за человек? Да это такой. Это большой, я говорю, блудник. А как вы узнали? Он, кажется, в 15-й что ли раз женился. Непрерывно женится, разженивается. Он только зашел, только глянул. Только все. Это в тебе. Вот я говорю, баптистов допрашивали, там, это КГБ были. Я говорю, вам говорили такое? Эх, если бы у нас в кадрах работали, какую бы вы пользу принесли? Мне это говорили везде. КГБшники. То есть вот эта внимательность, наблюдение. Ну, конечно, не на плохое, там, фотоаппарат изобрести, чтобы фотографировал, как в круге первом у Солженицына. Они отказались там делать. Ты не думаешь, что это просто так. Или вот так вот, язык высунь, облизывается. Это тоже признаки этого. Только проявляется через рот уже. Вот у меня один знакомый. И я не знаю, что со мной делается. Да мне уже восьмой десяток лет. И я как будто бы, ну, прямо не знаю где-то. Так, а ты где был? У баптистов. А, у баптистов. Так. Скажи, а там Сергей Толстенко есть. Ты с ним не целовался? Да. А у него третья жена, главное. Развелся из-за чего? Жена к себе не допускала. Первая жена. А у жена у той восемь ребятишек. Баптист. В баптистском собрании. А у него он баптист. И одновременно от трех баптистов в баптистском собрании, родящего 67, город Барнаул. Сергей Федорович. Я все назову. Сцеловался. А он тебе язык в рот сунул. Я говорю, да вот тебе бесы вошел. Я не знаю, что со мной. Говорит, прям бушуют во мне сейчас. А с какого времени? Он прикинул, да правда в это время. Я говорю, я не был. Я не был, а тебе все уже разложил. Где-то, откуда было. Где ты был? Был там, был. С таким человеком встречался. Я ему называю имена, а не он. И как целовал он тебя, и как язык ему в это время без тебя вошел. И он согласился. А что теперь делать? Ну, ничего теперь не сделать. Что сделать? Я лекарства не знаю. В тебе этого нет. Ты гордый. Ты страшно гордый. Это сатанинская среда. Смирения нет. Слез нет. Тебе только на исповедь идти, плакать, и пяти минут назначить. Зачем ты пошел туда баптистом? Что-то там не видал. Ты уже был. И все время языком. Гоба начинает язык высовывать. Понимаешь? Вот это не психология. Это признаки внешние. Вот человек говорит, ну да вот, да, да, бля. Это вот я там был, бля. А ты не думаешь, что он просто блякает с этим языком? Нет. Это у него оттуда зловонный запах из-под юбки забивает нос. Понимаешь? Вы ничего не знаете. Вы слепые. Слепые котята. И не видите этого ничего. Я вот сколько интересовался. Переживают люди, потеряли ребенка. Меня это не интересует. Меня интересовал только один человек, Гитлер. Что он думал, когда началось отступление? Это гениальнейший человек. И он сумел из праха поднять страну. И так всех поставить на ноги. Но ложная идея, безбожия, оно привело к этому. И впервые вот сейчас нашел ролик его секретарша. Говорит, какой он был заботлив, внимательный. А Сталин с секретарей всех под нож, все убитые. И даже сравнивать нельзя. Сталин это тиран, деспот. А Гитлер нормальный человек был. Но Сатана из него сделал демона хуже даже Сталина. Поставил задачу истребить евреев. И евреи можно бороться только любовью оказывать ему помощь. Не прикасайся к еврею. Это бога избранный народ. Он не знал этого. Ему Фридрих Барбаросса не подсказал как будто этого. А теперь назначил Барбаросса называть на Россию там эта компания. Подавился. И вот о нем воспоминание, какое он был отсутствующим взглядом. смотрел. Я все это воображал, подтверждений не было. И когда секретарь все это рассказала, а это около часа. Молодая. Ей было 23 года. В это время она у него работала. И что она говорила? Два пункта, которые я не знал. Остальные я исследованием ума нашел, что вот так он должен был думать, вот так в это положение входить. Она все подсказала. Теперь я знаю, мои мысли были правильные. Как он переживал. А вам его жалко, как человека, любого жалко. Какая энергия, какой ум, какая в нем геройство. Храбрейший человек. И куда пошел? Уничтожить евреев. Ума не постижим. А евреи как раз и помогли атомную бомбу и все подготовить. Евреи как раз и набрали силу. И они их подняли Америку, Амгрию, и все против. Ему и евреев пальцем нельзя было трогать. Только благословляй всеми Авраамов, благословляй. Это была самая роковая его ошибка. Да еще против России. Россия непобедимая страна, пока не разделят ее на части. Пространство огромное. А сегодня она вся раздроблена и ее завоевывать не надо. Как Солженицын говорит, эту гнило-соломенную русь, даже Щенкин сам не стал бы завоевывать. Никому она не нужна. У нас все заросшее. И когда начинаешь говорить правильно, тебя прям заедают. Пошли. Понял? Не подниматься на носки. Эту лихорадку другую оставь в прошлом. Вон у меня головки себе отнарить и потом если сегодня ночью залетят все в ночи, значит тогда будет сколько. Зайди с той стороны от солнышка и подальше пройди. И пофотографируй. Сколько? Посчитай. полфотографируй. Третье полфотографируй. на кого-то оттылать, а вот и думать будет стоять не жить с фонариком светить выхлопаем, подготовь все на этом